Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Возлюбленные Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, мы сегодня с вами светло празднуем День Победы, Великой Отечественной войне. Но мы должны сказать обязательно о том, что мы празднуем сегодня победу не только одного народа над другим, одной идеологии над другой, освобождение земли от оккупации иноплеменной, но мы сегодня празднуем победу духовную, потому что мы с вами прекрасно все, дорогие, знаем, почему началась эта война, почему начинаются войны вообще, особенно на Святой Руси, почему начинаются войны, лады и нестроения, потому что народ отворачивается от Бога, потому что ему некогда молиться, живя здесь на земле, потому что ему некогда спасать свою душу, потому что некогда исповедоваться и причащаться, и до Бога дела нет, очень редко обращается к Богу человек, занимается своими житейскими злобами, привременными, которые сегодня и завтра их нет, как пыль рассыпается, но человек посвящает этому жизнь свою, строя замки на песке, все возится и возится в песочнице, все вылепляет, какие-то куличи, и говорит, этот кулич мой дом огромный, этот кулич моя карьера, этот кулич моя семья, а этот кулич прочий мой материальный достаток, как ребеночек возится, а Господь хочет вывести его из песочницы, вывести в большой мир, иной мир, новый мир, новую жизнь, новый небесный Русалим, а человек не хочет, хочет все сидеть в песочнице и возюкаться с грязью, песочками, водичкой и формами для куличей, как и сегодня, как и века назад, ходит мимо храма и проживает всю жизнь впустую. И более того, братья и сестры, в 20-м же веке на Святой Руси дошло до страшного. По всесоюзной переписи населения 1939 года почти все жители Советского Союза объявили себя атеистами, безбожниками, не верующими в Бога. Да страшно. Это на Святой Руси, Богом избранной земле, Богом избранным народе, который защищает православие и всю мир, объявили все себя безбожниками. А на 18-м съезде ВКПБ объявили, что вот страна безбожная у нас, слово какое нехорошее, безбожная страна, сами себя так назвали, безбожник ему. И будет завершена Русская Церковь, православная Церковь прекратить свое существование. Замахнулись на неосуществимое, потому что сказано в Священном Писании, что врата ада не одолеют Церковь. Все может в мире произойти, всякие злобы, всякие войны, всякие нападения иноплеменников, бесовские искушения. И Сатана может захватить и власть над государствами мира, и что угодно произойдет. Но врата ада не одолеют Церковь. Церковь победить невозможно, потому что ее глава сам Господь Христос. Вот на такое замахнулись в 20 веке наши предки, наши родители, наши родственники, живущие на Святой Земле на истребление всех верующих людей. Либо через концлагеря ломая, пытаясь выровнять, выпрямить, как им кажется. Хотя кривые – это именно те, кто борется со Христом, люди. Вот в такое заблуждение наши родные впали. И другой великий народ, немецкий народ, тоже принял вот эту безбожную идеологию языческую о превосходстве одной расы на другой. И, конечно же, любое безбожие, любое отречение, любое отворачивание от Христа приводит к чему? Ко всему самому страшному. К злобе, убийству, ненависти. И вот поэтому началась эта война, Бог ее попустил. Потому что по-другому народ, объявивший себя безбожниками, вернуть покаяние было невозможно. А когда началась эта величайшая скорбь, люди ополнились, люди пошли в церковь, люди начали плакать и молиться Богу, особенно матери, за своих воинов, за своих детей, мужей и родителей, отцов, которые ушли на фронт, отцов, сестер, матерей и дочерей, которые воевали, защищая Родину, молились. И многие свидетельствовали, что вот земля горела вокруг меня, а у меня волос не упал за голову. Потому что мать за меня молилась все время. День и ночь стояла перед иконой на коленой, плакала, и просила Богородицу, и Господа нашего Иисуса Христа. И святая великомученика Георгия победила, чтобы защитила ее сына. Другие, может быть, возмущались, унывали, отчаивались, а его мать в это время молилась. И молитва ее сотворила чудо. Господь помиловал ее ребенка, и царапины не было. В страшном, страшном огне прошел через такой ужас войны, но и царапины не получил. Захранял его Господь и ангел-хранитель. И во время войны было явлено много чудес. Народ, самое главное чудо – это покаяние, самое великое чудо, самое невозможное, самое трудное дело рассказывается в грехах своих. Но чудес было очень много. Когда войну в Москву было некому защищать, более двух миллионов солдат и офицеров вермахта окружили Москву. Так что пистолетный выстрел оставался до этого города, расстояние такое. Сделали крестный облет, как Матерь Божия повел вокруг Москвы. И Москва чудом была спасена, враг покатился от нее. Как это бывало много-много-много раз в нашей истории, очень много. Подходили невероятные полчища, невероятные воины, сильнейшая армия мира. И в Москву было не защищать некому, кроме Богородицы, кроме Господа нашего Иисуса Христа, кроме преподобного Сергия Радонежского и святителей московских. И они защищали нашу столицу, нашу Родину. И враг покатился. Такое же чудо было при взятии Кёнигсберга, когда не могла Советская армия взять этот город. Страшно укрепленный. Вся немецкая армия, все боеприпасы, отступавшие вермахта туда, влились в эту крепость. Боеприпасов было просто бесконечное количество. Просто земля кипела от выстрелов. Солдатские тела, они штабелями там лежали, в ров был красный от крови советского солдата. И тогда уже опомнившийся наш народ, опомнившееся наше руководство, видя какое страшное зло безбожие, разрешило, чтобы провели молебен три священника, перед иконой Божьей Матери Казанской, перед той самой иконой, с которой летали вокруг Москвы. И батюшки, помолившись, подняв эту икону, пошли на крепость неприступную, которую не смогли взять ни пушки, ни катюши, никакое другое смертоносное оружие. Немцы не сдавались, а тут опустили оружие. Без единого выстрела батюшки зашли в крепость, за ними генералы, офицеры и солдаты Советской армии. И когда плененных немцев спросили, а почему не стреляли в ответ, почему столько дней защищали свою жизнь, так яростно, так непримиримо, а тут ни одного выстрела. Они сказали, что мы увидели Мадонну, так протестанты называют и католики Матерь Божию, увидели Мадонну, которая стояла над советским воинством, и поняли, что Бог и Мадонна на их стороне. И мы не смогли стрелять в Мадонну, и в тех, которые под ней, ее покровом, сохраняем и защищаем. Вот это событие мы сегодня светло празднуем, братья и сестры, победу духовную, победу над грехом, победу над богоотступничеством, победу над апостасией, что Господь милостивый, человеколюбец, Он не хочет нам скорбей, Он не хочет нам боли и страдания, но страдая больше, чем мы сами, распинаясь снова и снова за нас, Он вынужден нам попускать эти испытания, чтобы мы с вами опомнились, чтобы мы вздорожили временем в своей земной жизни, чтобы мы вернулись к Богу, чтобы мы вернулись в радость, вернулись к счастью, вернулись к любви, вернулись к спасению, забывая о счастье, о любви и радости, бегая все дни своей жизни земной за какими-то призрачными ценностями, за миражами, никогда их не достигая, поэтому Господь нам попускает. Но если мы каемся искренне от всей души, если мы молимся за себя Господу и за всех наших близких, из-за воинства православных, из-за власти, чтобы они опомнились и от греха, ибо на всех нас приходит, и на каждое сердце человеческое, в каждое сердце приходит волна греха, волна искушений, апостасии, отречения от Бога. Но будем молиться, чтобы мы просыпались на греху, чтобы мы отражали эти волны вражей, и наша молитва будет, братья и сестры, отменять те разумления, те наказания небесные, которые Господь нам вынужден давать для того, чтобы мы покаялись. Если мы каемся, если в церкви стоят люди сегодня и все дни жизни нашей земной, матери, бабушки, братья, сестры, отцы, дети стоят в храме и молятся за нашу страну, то не будет у нас, братья и сестры, тяжелых вразумлений. А если уходим из храма, то надо приготовиться к тяжелейшим испытаниям. Помоги нам, Господи, чтобы мы больше молились, братья и сестры, и чтобы мы одерживали самую важную победу, победу духовную, победу над грехом в этой земной жизни и в вечности, были вместе с победителями смерти, победителями греха, победителями погибели, Господом нашим Иисусом Христом, Пресвятой Владычицей нашей Богородицы, Великомучеником Победоносым Георгием, которым мы молимся и благодарим за молитву и ходатайство в победу в этой войне, Серафиму Масаровскому, Сергею Радонежскому и всеми святыми от века Богу угодившими. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!